Так новость о грядущем открытии Крымского моста дважды заглушали овации. В этот раз послание главы государства отличалось от предыдущих и по форме, и по содержанию. Впервые заседание из Кремля перенесли в центральный выставочный зал «Манеж». Там установили огромные экраны, на которые выводили информацию, видео и диаграммы. В своем послании Владимир Путин затронул вопросы экономики, образования, здравоохранения, экологии, развития технологий и, конечно, строительства новых объектов. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. На встрече присутствовали сенаторы, депутаты, министры, общественники, пресса и главы регионов, в том числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Послание президента – это программа. Программа жизни, в том числе и для России, и для Краснодарского края, и других регионов нашей страны, основанная на запросах людей. Наш президент Владимир Путин говорит о том, о чем мне практически всегда говорят жители наших районов, муниципальных образований, когда я с ними встречаюсь. То есть полное понимание реальной жизни на Земле и полное понимание, что нужно делать, чтобы эту жизнь, там, где живут простые люди, сделать лучше, в первую очередь для них и для каждого, жителя и Краснодарского края, и всей страны. Кроме того, впервые широкой публике сегодня показали испытания новейшего ракетного комплекса «Сармат», у которого практически нет ограничений по дальности поражения. Примерно половина послания президента федеральному собранию была посвящена вопросам обороны и международной безопасности. КОНЕЦ